Вот если в кино, да? Ну, я люблю всех примерять. Вот если люди будут играть в кино, то какая роль, какому он достанется? Я вот думаю о том, кого мог бы сыграть Геннадий Николаевич. Ну, и кого? В сицилийском афиозе. Сыграть хорошо. Нет, ну, я считаю, что он одновременно отца города. Так это одно и то же. Да. Да, он обязательно должен быть при этом там кого-то убивают, а там он мудро и справедливо руководит небольшим южным городом. Да, может быть. А надо, на самом деле, вот им всем, кто заканчивает, у кого к закату клонится политическая карьера, им надо уходить в кинематограф. Обязательно. Потому что у них прекрасный же опыт публичных, неискренних публичных выступлений. Поэтому это очень полезно для кинематографа. Здравствуйте. На канале НТВ программа «Школа злословия» и мы ее ведущие. Татьяна Толстая. И Авдотья Смирнова. А у нас в гостях Геннадий Николаевич Селезнев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы вас ждали, Геннадий Николаевич. Вот вы до нас, наконец, дошли. Ну, сейчас я посвободнее, чем был раньше. Говорят, вы думаете, что вы у нас на программе уже были? Да. А как это может быть, если... Ну, вас интересовал я как председатель Государственной Думы. Так. Я вас интересовал, когда меня исключали из Компартии, обсуждали эти проблемы. Вы у нас не были. Ну, значит, я вжился в вашу программу, потому что я ее часто вижу. Я выступал по этим темам, но мне кажется, что все-таки я выступал у вас. А мы... Просто я вспоминаю... Я была спикером Госдумы, а она у меня, конечно, вице-спикером. Я говорю, что у нас теперь эти... Какие? У нас вице-спикер и женщина. Теперь это единственное развлечение у депутатов, когда появляется наша руководящая дама с каждый раз с новой прической. Так что вы все время однообразны. Мы действительно однообразны, но... Она могла бы появляться тоже с разными прическами. Но мы не думали, честно говоря, что мы до такой степени однообразны, что так вам надоели, что вы решили, что вы у нас уже были. Нет, граждане, на самом деле это, видимо, такое... Я прекрасно понимаю, что происходит. Это, видимо, такой у нас общественный сейчас период, что люди впадают в беспамятство. Так как бы... Все, что было не со мной, помню. Ну, а не другое. Или другое. Есть программы, которые смотришь, ну, как говорится, по обязаловке, скажем, те же новостные программы, чтобы просто не отстать от жизни, видеть, что у нас где происходит. А есть программы, которые, так скажем, интеллектуально богаты, которые тебя интересуют, ты хотел бы их посмотреть. А может быть, даже представил себя на месте этого героя, который участвует в ваших программах. Может быть, поэтому, может, не от того, что вот такое беспамятство наступает у кого-то. Это вы нам так ловко льстите. Ну, наверное, да. Это у вас такое богатое воображение. Вы знаете, я был очень рад за победу «Локомотива». И когда вы пригласили Овчинникова, я его немножко знаю, я, честно говоря, за него порадовался. Мы увидели хорошую и, по-моему, яркую личность, которая показала, что не только, как говорится, стоять в ворота и думать, как не пропустить мяч, но и увидели личность. Он отличный. Благодаря вашей программе. Спасибо большое. По-моему, благодаря просто Сергею Овчинникову. Мы увидели его, да, никто его не знал, вот так, как показали его вы. Никто не расспрашивает, на самом деле, людей, что да как. Не знаю, вот как-то, нет, ну это, вот тут я полностью с вами согласна. Нас многое, может быть, разделяет, Геннадий Николаевич, но в любви к Сергею Овчинникову мы можем просто соревноваться и с лихвой стази. Так, ну, значит, теперь от вас зависит, покажем ли мы вас с той же прекрасной стороны, с которой пристал нам Овчинников. Ну, по крайней мере, будем искренними. Да. А это самое главное. Попробуем. Думаете, это самое главное? Ну, для меня, например, это очень важно. Я тоже вижу искренность и неискренность в людях, я вижу, когда идет фальшь, я вижу, когда человек действительно подается таким, как он есть, над каким он есть на самом деле, а не так, как его образ нарисовали пиарщики. И вы будете искренними? Конечно. Я считаю, что это смелое заявление в устах такого видного политика, как вы. Вот вы знаете, я, наверное, может быть, для кого-то считаюсь плохим политиком. Меня иногда упрекают, что я слишком бываю искренним. Мне говорят, что политик не должен быть таким. Политик должен быть таким, как Жириновский. А вот политик искренний, это вещь недопустимая. Но я, например, опровергаю это всеми своими действиями, своим поведением, своим образом жизни. Потому что в жизни так много фальши, что иногда уже начинаешь, как говорится, путать, где правда, где зерна, где плевелы, где что. Поэтому вот если бы у нас побольше было искренности в политике, наверное, у нас был бы другой тип политиков. И вы всегда искренними? Стараюсь, стараюсь быть всегда. Стараюсь. Вот так, с детства. Вы раздавали искренность и откровенность? Это у меня была проблема и в школе. Да, да. Откровенность не надо? Ну, не во всем. Не во всем. Я тоже противник того, чтобы люди вот так уж для желания понравиться, они бы вот так вот полностью бы раскрывали все, и душу, и тело, и все что угодно, что они попросят. Тело-то в первую очередь, душ-то, в общем, еще найди ее. А тело, вот оно, пожалуй, сейчас. Ах, сейчас это не проблема. Сейчас-то слишком много. Нет, Геннадий Николаевич, тут вы можете не волноваться, мы не будем требовать от вас тела комиссарского. А вот насчет того, что вы всегда стараетесь... То есть газету «Правду» вы делали со всей искренностью. Конечно. Как я ее понимал, у нас была очень интересная газета «Правда» в мой период. Она не всем нравилась. Какие будут именно... Вы знаете, я был главным редактором «Правды» очень недолго. В 91-м году, как вы помните, Ельцин «Правду» закрыл. А после этого, когда газету перерегистрировали, и ее учителем стала наша журналистская организация, меня вот этот 450-душный коллектив избрал главным редактором. И я был, наверное, сейчас я вам скажу, с осени 91-го года по осень 93-го года. Нас после этого еще раз закрывали в октябре 93-го года. Так что как раз попал в самый драматический для газеты момент. Понятно. Поскольку я его в эти годы совершенно не видала и не читала... А что писали-то вот в те годы? А вы знаете, просто писали вот ту самую правду за то, что нас и закрыли в 93-м году. Нас тоже посчитали путчистами. Тоже сказали, что мы участники этого заговора, что мы поддерживали не тех, кого надо было поддерживать. Мы были против указа в 1400, мы многие вещи показывали, что является сегодня несправедливым, что делается не так, куда приведет авторитарный режим. И под сути дела мы предсказали октябрь 93-го. Минуточку, минуточку, минуточку. Какой режим? Ельцинский, авторитарный режим. А у нас до этого было что? У нас тоже был авторитарный режим, но не ельциновский. А ельцинский плохой, авторитарный? Горбачев как раз внес к этому помечанию в политику. До Горбачева у нас был другой совсем строй, была другая совсем страна, другие были принципы руководства. Уже с 93-го года у нас началась новая, более страшная для страны, чем был до этого. А у нас разве... Интересно тогда с точки зрения теории и практики. А при Сталине у нас какой был режим? Авторитарный. Ой, слава богу. У нас, без счастья, вся история пишется пока на авторитарных режимах. И авторитарный режим. У нас просто никакого другого никогда не было. Ну, может быть, когда-то и было. Ну, когда? В древней истории, да. Ну, когда? Ну, назовите время, когда у нас был не авторитарный. Ну, вы знаете, когда, может быть, не было такой большой России, когда это были все отдельные княжества. Годы, эпоха. Вот, я думаю, что где-то наше российское средневековье, когда у нас появлялись попытки на народе избирать себе бояр, правителей, князей. Ну, это, я говорю, были попытки. А когда уже Россия образовалась как государство, она, конечно, развивалась постоянно как авторитарная страна. Будучи и маленькой, и большой. Может, и не планита такая? А может, и планита такая, но просто здесь это самое нет. Я не говорю Банда Ельцина под суд, хотя лозунги эти все были, бесспорно были. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что, коль уж таков наша, такова наша судьба, то все равно ведь демократические институты не ликвидируешь. С одной стороны, да, жесткое руководство, да, какая-то вертикальна, с другой стороны, и присутствие многих партий. Асситуты, это же... Право выбора и так далее, и так далее. Это же опять не было демократических институтов. Ну, мы же хотим создать гражданское общество. Так вот оно и создалось с 91-го года-то. Гражданское общество? Нет, оно не создалось. Попытка создать гражданское общество. И до сих пор это попытка еще у нас. А, мы еще сто лет не создадим, но движение в сторону, да? Движение есть. Объявление. И движение есть, и движение будет. А революция на демократии. А этот период, который 91-93 год, то есть вы как раз когда молодая, зарождающаяся демократия только-только открыла свои полупорезавшиеся глазки, вы ей вилкой в этот глаз, да? Ну уж неправда. Нет, ну как? Ну уж неправда. Вы когтили эту... Ну как? ...это молодой, не оперившийся режим. Вы сразу же сказали... Да вы знаете, что я сам был жертвой этого режима. Меня в 91-м году... А, прям жертвой? ...таскали в прокуратуру, потому что считали, что я один из ГКЧПистов. Так? А в 93-м году, несмотря на то, что меня избрали главным редактором, наше министерство печати, которое тогда возглавлял Михаил Полторанин, меня сняли с работы. Как они могли меня снять с работы, если меня утвердил коллектив журналистский? Так, вы... Закрыли газету и поставили условия. Газета будет выходить, когда-нибудь вне Селезнева. Так. Ну, это что? Нет, ну нормально... Я должен говорить спасибо за это? Минуточку, минуточку. Меня огнобили, не вас, меня огнобили. Да-да-да-да, минуточку. Меня огнобили весь предыдущий период. Геннадий Николаевич, давно хотел вас спросить, что у вас с бальными танцами? У меня? Ну, я вот просто вот включу телевизор, смотрю там какие-нибудь соревнования по бальным танцам. Не просто соревнования, это соревнования Спартака. Это то, что проводит общество Спартак. Я поддерживаю эту общественную организацию, и мы ходим с женой посмотреть, как это все проходит красиво, и ты, конечно, отдыхаешь. Вы любите бальный танц? Я люблю смотреть. А сами... Нет, сам я танцую очень плохо. Да? А у вас слух есть музыка? Есть, даже когда на аккордеоне играл. Да? Да, когда в школе учился, у меня был, как его называли, четвертушка, маленький аккордеончик. Там, по-моему, две с половиной октавы. А вы поете сами? Нет. Нет? Ну так, могу там что-то такое помурлыкать, подпеть кому-то. Я больше куплета, к сожалению, не знаю ни одной песни. Кроме песни «Город надвольный Невой». Я ее знаю всю. Это что за песня? Прекрасная песня. Я могу простить. А что это? «Город надвольный Невой», «Город нашей славы трудовой». Слушали играть, я тебя спою за душевную песню свою. Здесь проходила, друзья, «Иудость комсомольская моя». Все правильно, это песня про меня. Вы написали? Нет, это просто вот там проходила. Вы диссидентствовали? «Юность комсомольская моя». Ага. Я просто еще почему спросила про слух и песни, потому что как-то последние годы всегда ваше имя связывают с именем Николая Баскова. Я ему помог. Я ему помог. Я ему помог. Вы знаете, наверное, а может не знаете, как я вам расскажу, что в свое время появилась такая программа, называется «Самородки России». Вместе с Петром Шабалтаем, когда он еще возглавлял наш концертный зал «Россия», мы провели два или три вот таких больших вечера, когда показывали никому неизвестную молодежь, творческую молодежь. И вот в числе тех ребят, которые появлялись в этой программе, ну, Николай тогда уже немножко был известен. И вот когда вот он прошел вот через этих самородков России, тогда, конечно, все признали, что это талантливый молодой человек, и ему нужно помогать. Поэтому надо поддерживать, когда есть, ты видишь, талант, он не может прорасти, то это просто официальный долг. Нет, я так не считаю. Я так не считаю. Я, конечно, все время ему говорю, Николай, твое все-таки дело уйти в классический репертуар, больше заниматься оперным пением. Но он сказал, оперное пение сегодня, к сожалению, так складывается, это для души, а для жизни и для заработка, к сожалению, это эстрада. Для заработка это, чтобы шубы норковые носить. Ну, я не знаю, я не вижу его в шубах норковых, я бываю на тех концертах, и в большом театре, когда он Ленского исполняет, это не просто. Ну, он уже сдал гардероб. Ну, может быть, да. Ну, пока исполняет. А к рок-музыке он как относится? Да не очень хорошо. Мне она не очень нравится. Когда был помоложе, я еще ее нормально воспринимал, а сейчас нет, сейчас я... Никакая, никакая, никакая? Рок-музыка. Ну, вот я могу Гребенщикова послушать, его тоже то относят, то не относят к рок-музыкантам. Вот, могу. Скажем, Шевчук. А что значит могу? Нет, есть песни, которые нравятся. Мне он больше нравился даже ранним Гребенщиковым. Вот когда он действительно только появлялся, все было необычно, этот его экзальтированный вид, это его, как говорится, такие восточные мелодии. Это когда ваши же комсюки его запрещали. Ну, что значит запрещали? Многие запрещали. Вот того же Диму Шевчука, ведь его тоже запрещали. Зору. Юру Шевчука, его тоже ведь запрещали. А ведь мы же его раскрутили и показали Белому Светку, когда был главным редактором Комсомольской правды. Мы же проводили эти конкурсы, Золотой Камертон. Да, Давид Тухманов у нас был во главе жюри. Мы же, по сути дела, тогда показали Ирину Аллегрову. Мы тогда показали Шевчука. Хотя нам говорили, не надо Шевчука. Не сравнивайте Аллегрову с Шевчукой. Они участвовали в конкурсах вот этого Золотого Камертона, как молодые. Получалось же все-таки так, что одной рукой пытались легализовать рок-музыку, а другой рукой запрещались концерты, с них забирали в милицию, разгоняли рок-клуб и так далее. Мало того, и Комсомол выступал с осуждением чуждого нам явления под названием рок-музыка. Ну, в разных периодах по-разному себя вел в то время тоже комсомолы. В комсомоле были разные люди. Конечно, это была для многих очень непонятная культура. Она была чужеродная культура. Потому что мы не видели еще и не слышали толком ни той западной, этого ни тяжелого рока, ни легкого рока, никакого рока. А что, не слышали запрещать, так и не услышали. Битлы пробивались тогда, там, Роллинг Стоунс пробивались тогда. Когда? Вот с 64-го года битлы пробивались, пробивались. А кто их слушал, то был раз молотком по голове. Ну, что же мы сегодня будем набрасываться на то время? Мы его пережили. И ведь никто, по сути дела, из этих музыкантов не пропал. Если они были талантливы, они все и сегодня работают. И в чем хорошо работают. Ну, кто-то умер по разным причинам. Побьешь человека, так он глядишь и умер. Ну, или наркотиками обколешься, тоже ведь можно умереть. Геннадий Николаевич, нет, просто мне кажется, что как раз те люди, которые сидят, например, как вы, в газете «Комсомольская правда», да, или вообще в органах ВЛКСМ, которые старались протащить что-то из молодежной культуры и так далее и подобное, они делали, безусловно, очень хорошее дело, и мы им всем все страшно благодарны. Но им долго-то приходилось, потому что приходилось, и приходилось, на самом деле, согласитесь, все-таки, как-то хитрить, лицемерить, как-то это протаскивать, а вы при этом говорите, что вы всю жизнь старались быть искренним. Все правильно. Вот я не понимаю, как это? Ну, как это? Вот как вы? Определите мой феномен. Я был главным редактором «Комсомольская правда» с декабря 80-го по декабрь 88-го. Ровно 8 лет. Я поставил рекорды. Я пришел в газету, тираж 80,5 миллионов экземпляров, я ушел из газеты, тираж почти 20 миллионов экземпляров. Ну, как вот можно сделать вот такой феноменальный тираж, после чего газета попала в книгу рекордов Гиннесса? Ну, Геннадий Николаевич, ну это точно делается неискренностью. Гиннесса понимает фальшь. И когда газета начинает часто завираться, конечно, он не будет ее подписывать. Ведь мы же не заставляли подписываться на «Комсомольскую правду». Нас ограничивали подписки на «Комсомольскую правду», но люди-то подписывали. И вы что думаете, они только ради этой фальши ее подписывали? Нет, они как раз находили там искренние статьи. Я понимаю, так дело в том, что у нас, видимо, с вами абсолютно разное понимание слова «искренье». Ну, может быть. Нет, Геннадий Николаевич, просто, конечно же, и стали бы подписываться, и наоборот. Я просто говорю о том, что для того, чтобы тогда делать хорошую газету, в условиях тех, которые были, надо было обладать изрядным лукавством, ловкостью, хитростью. И, как показал приход на наши просторы рыночной экономики, все эти качества, которые так осуждались коммунистической пропагандой, оказались просто необходимыми менеджерскими навыками. Вы же что сейчас делаете? Вы не даете мне вас похвалить и восхититься вами, как хитрым и мудрым менеджером. Я хочу, мне слово «хитрый» не нравится. Вы со своей... Мало ли, что вам не нравится. Вы со своей... Это слово «искренний». Не нравится? Нет, вам нравится слово «искренний». Нравится. А оно сюда не лезет, ну не лезет оно сюда. Ну и слово «хитрость» сюда не подходит. Геннадий Николаевич, я не пойму, вы что нам вас хвалить не даете? Вы честно не спорите. Я, может быть, хочу наоборот. Мы вас ругали? Чтобы вы меня разозлили. Значит, не получается. Да. Вы когда-то бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. Мы вот вчера сидели, думали, что с вами делать. А вас же невозможно разозлить. Вы же такой любопливый такой. Я стараюсь не иметь врагов. Стараюсь. А Геннадий Андреевич, гад? Ну, не друг, а не враг, а так. Что-то разу не разберешь, плохо или хорош. Да, это правда. Друга в голову вытяни, рискни. Не бросай от кого его. Не потяну, разведку не пойду. А что, прям вот действительно и не друг, и не враг? Да, это так. Просто здороваемся. А что он за человек? А вы лучше его пригласите. Да мы его пригласили. Звали, звали, прям уже телефон оборвали. Нет, вы его сами позвоните. А у него в симпатии за себя. За глаза неудобно говорить. Если бы он сидел рядом, вот тут бы я все рассказал. Хорошо. А вот, а как вы относились к Галине Васильевне Староводьеву? Потому что молва говорит, что вы ей не симпатизировали. Ну как не симпатизировал? Когда она меня нападала, я, как говорится, давал отпор. У нас иногда была полемика по каким-то вопросам. Но должен сказать, что в последнее время у нас никакой не было острой вражды с ней. Больше того, когда был один из случаев, когда действительно меня уже довели до того, что у меня давление прыгануло 190 на 120. Вот она первая увидела, что меня качает, и я выхожу оттуда из зала. И она, поскольку сидела рядышком, подошла и предложила мне лекарство. Как раз именно от давления. Вот, поэтому никакой вражды не было. И то, что там сегодня раздувают, что там чуть ли не Селезнев куда-то причастен, там ко всем делам, связанным с ней, это неправда. Это просто неправда. Как бы Жириновский не кричал, что в смерти Старовойтовой заинтересованы были Зюганов и Селезнев, я думаю, не Зюганов, не Селезнев в этой смерти заинтересованы не были. Это просто наговор. Жириновский-то, конечно, лает. Тем более, что вы понимаете, что у нас была политическая борьба. Мы же, как говорится, были кандидатами на один и тот же избирательный округ на 209. Так получилось просто, что она как бы шла от этого Выборгского района и я оттуда. Потом, когда округ освободился, туда пошел Скипашин, недолго поработал, ушел в счетную палату. И я победил на этом округе, хотя Ирина Хакамада везде говорила, что она чуть ли не преемница должна быть Калина Васильевна Старовойтовой. Я не поверил избирателю в этом. Поэтому я избрался вот именно в этом округе. Слушайте, что-то я смотрю у вас с бабами как-то. То вы нам с самого начала стали говорить про то, что теперь вся Дума следит за прическами вице-спикера. То есть вы Любовь к Константину Слиску сразу пнули. А сколько лет вместе работали? А зачем пнули-то? Незачем не пнули. Вы взяли и пнули с самого начала. Теперь Ирина проиграла вам, Ирина Муцовна. Прогнула. Вам проиграла. Как соперник, враг, конкретно, называется продула. Хорошо за уличное выражение. А вы знаете, что она заявляла? Одну минуточку. Да, да, да. Минуточку. Она просто продула выборы. Так, Геннадий Николаевич, так вот. Смотрите. Вам проиграла Ирина Муцовна. Как блин с маслом. Да, Ирина Муцовна с командой. Вы победили, выиграли у нее. Так место великодушия. Вы сейчас еще раз ее пнули, чтобы она там что-то говорила. И так далее. Вы, может, баб не любите? Почему? Просто баба в политике не всегда удачно выступает. А мужики всегда. А мужики всегда неудачно выступают. Когда вы говорите про любовь к Константину. В этом сквозит, на мой взгляд, по-человечески, очень понятное ощущение, так сказать, уязвленности. Вы работали рядом, вы работали бок о бок. Так случилось, что любовь к Константину там осталась, на том месте, на котором была. Вы не остались. Очень многое поменялось. Я совершенно не хочу обсуждать политические аспекты. Я хочу действительно попробовать добиться от вас вот этого разговора чисто человеческого. Вы скучаете по своей работе? Нет. Нет. Я вам совершенно честно могу об этом сказать. Потому что, ну как, вы можете себе представить, я, например, не могу, как руководить Государственной Думой, где 305 человек, людей, из той фракции, где ты не состоишь. Это быть надо марионеткой, это надо быть игрушкой. Что тебе скажет Полицовет Единой России? Я вам не говорю, что вам хочется в эту. Не хочу. Вы скучаете по той работе? Нет. Я сейчас наслаждаюсь позицией независимого депутата. Просто наслаждаюсь. Вот, смотрите, сейчас, да, Геннадий Николаевич перестал быть спикером дома. И чтобы он там нам, как бы он там нам голову не морочил, на самом деле это ему обидно, неприятно, противно и так далее. Ну так, ну хорошо, вот выйди после этого к людям, покажись по-человечески, скажи, да, обидно, хотелось мне, вот. И это неправильно, я там вот был на месте, а они сейчас все делают плохо без меня и неправильно. Ведь ни одного искреннего слова. Ну, всегда, ну, когда вы хотите после такой работы, это в газете «Правда», ведь известно было, не знаю, кто автор высказан, что в газете «Правда» нет правды, в газете «Известия» нет «Известия». Да. Так вот и жили. Да нет, я уже про «Думу» говорю. Ну, не можешь сказать «Правду», можно только издать или продать. Продумай, продумай, я говорю. Ну, нет, ну, я говорю, вот у него уже кровь заболевания, он врет. А вот скажите, вы все время подчеркиваете, что, так сказать, это политическая борьба, разноглазие и так далее, а есть кто-то из вот ваших политических оппонентов и противников, кому вы относитесь с симпатией и уважением? Ну, вы знаете, в каждой партии, особенно в тех фракциях, которые были в Государственной Думе, их было много, у нас ведь до девяти доходило, фракции и депутатские группы, всегда есть. Я, например, часто с удовольствием слушал того же депутата Надеждина из СПС Бориса. Это толковый, грамотный юрист, он, по-моему, на месте был в своем комитете по конституционному законодательству. Это СПС. В «Яблоке» довольно часто удачно и интересно выступал Явлинский. Или же Сергей Попов, он сейчас снова депутат, он избрался по одномандатному округу. Вот, поэтому здесь никаких предубеждений. В общем-то, за какие-то, за год-два ты начинаешь людей лучше понимать. И кто тебе интересен, неинтересен. И поэтому даже, несмотря на то, что мы в разных партиях, с правыми, с левыми взглядами, все равно это не играет никакой роли. Видна личность. Может, наши партии не надо? Одних личностей надо. А вот как их собирать-то? Личности же, в общем-то, представляют, как правило, партии. Другой вопрос, что у нас будет теперь, что у нас, перед не изберешься, вот вопрос сегодня. Почему убираются одномандатные округа? Почему не хотят, чтобы депутат встречался с людьми? Ведь как бы списочника не прикрепили к этому округу, все равно это будет человек чужой. А тут, когда ты по дворам походил, в клубах холодных встреч проводил, тебя уже люди знают. И ведь все письма начинаются как? Геннадий Николаевич, я голосовал за вас на выборах. Вы обязаны... Это он будет как писать? Геннадий Николаевич, плевать я на вас хотел все это время, но теперь я прошу вас мне помочь. Вот интересно. Ну, это не важно. Просто обращение. А представьте, будет что потом. Будут писать. Геннадий Николаевич, я голосовал за ваш список. Не, не так будут писать. Геннадий Николаевич, дорогой член партии, я голосовал за вашу партию. Теперь у меня прорвало водопровод. Что будем делать? Да, теперь меня... Вас прикрепили по моему микрорайону отвечать за мой водопровод, да? Поэтому меня, конечно, это очень не устраивает, что у нас больше не будет вот той самой мажоритарной системы. Все будут только партийные списки. Я считаю, что главная ущербность этого закона в том, что мы нарушаем и другой принцип свободы совести. Вы можете себе представить. Я, ну, по своему опыту, по образованию могу быть депутатом и могу быть полезным депутатом, но я не состою ни в одной партии. Раньше я мог рассчитывать, что меня выдвинут группа граждан. И я буду баллотироваться, бороться, избираться. А теперь я что, ага, у партии Единой России есть шансы пройти? Условно говоря, у Жириновского есть шансы пройти? Ну-ка, я понравлюсь им, чтобы мне попасть в этот список. Дело даже не в наственности, а дело просто в том, что там здесь есть большая возможность для подмены, конечно. Ну, конечно. Голосовали за одних, а потом эти сказали, вместо нас придут другие. И начнется просто конъюнктура. Вы смотрите программу «Школа злословия» на канале НТВ, а в гостях у нас Геннадий Селезнев. Скажите, пожалуйста, а вот в вашей политической жизни, которая огромная, да, большая уже, состав вашей, да, вот были у вас самого какие-то события, эпизоды, когда вам было стыдно за себя? Ну, я просто сейчас вспоминаю, когда за себя стыдно. Ну, иногда бывало стыдно, когда ты срываешься. А бывали такие ситуации, когда действительно я срывался. Как председатель я не имею права срываться. В смысле орали на... Ну, я не орал, я просто мог очень, так скажем, язвительно кого-то там осадить, когда уже как-то действительно все зашкаливало. Вот. Не должен. Человек должен себя все-таки уметь держать в руках. Другие моменты я просто не могу припомнить, потому что я, грубо говоря, никого не доводил до состояния, когда человек мог там впасть в такие переживания, что ему было плохо, еще что-то такое. В полемиках я острый полемист. Могу что-то сказать. Может быть, за это слово я потом, ну, сожалею, что я его сказал. Матом ругаетесь? Нет, матом стараюсь не ругаться. Нет. Вообще, в общем-то, нет. Так. Это не из моей лексики. Сложно. В полемике, да. В полемике я иногда, как говорится, могу сказать то, что потом думаешь, лучше бы я сказал это иначе. Ну, это когда уже анализируешь. Особенно, когда у тебя вот эти предвыборные все выступления, особенно полемика с твоим оппонентом. Здесь, конечно, да. Здесь уже часто бывает, что не удержаться. Это в открытом, в публичном пространстве. А черным пиаром пользовались? Нет. 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 Вообще, когда мы объявляли свою компанию... То есть все пользовались, а вы нет? Вы один? Да. А у меня не было денег на черный пиар. Так он один искренний. Черный же пиар очень дорогой. Я думаю, у нас много. А белый дешевле? Нет. Белый это то, что положено тебе по закону. Денежку тебе положено иметь, там столько-то миллионов рублей, вот и потрать их. А черный пиар, он ужасно дорогой. Нам предлагали. Откуда? Пиар технологии. Нам предлагали. Так. Но мы, объявляя уже свою избирательную кампанию, сказали, что, пожалуйста, все, кто будут к нам приходить с идеями, как там чего использовать из черного пиара, пожалуйста, это не в наш штаб. Не надо. Не надо. Почему я и говорю, что у нас не будет нормальной политики до тех пор, пока нам деньги не оторвать от политики. Вот при чем трагедия эта. Безусловно, трагедия. Но откуда вы знаете, что он дорогой, если вы им не пользовались? Ой, Господи, я ж не первый день живу на белом свете. Я понимаю, вы не девочка. Я знаю, когда, кто и какие компании предлагают. Есть люди, которые ждут, не дождутся выборов. Потому что начинается сенокоз. Начинают косить деньги. В больном смысле этого слова. Почему вы такой, прямо вот, кристалл Сваровский? Не надо Сваровский. Нет, правда. Аж сияет, блестит, чистый, промытый. А вот все остальные... Вот давайте, давайте, давайте промывать кости. Давайте. Всем остальным, кроме вас. Ваше слово злослое. И меня промывайте кости. Я же хочу. Ну, если я на самом деле... Мне что, специально мазаться? Вы по воде не пробовали ходить? Ходил. Ну? Ходили? По бережку. Понятно. Тяжелый случай. Геннадий Николаевич, скажите, а вот в коммунистическом учении для вас кто авторитет? Авторитет. Учение. Учение. Для меня авторитет и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Это сильный авторитет в коммунистическом учении. И, поверьте, их будут изучать, изучать, изучать. Современно, к сожалению, ни марксистов, ни ленинцев сегодня нет. А вы марксист, ленинец? Нет, я не марксист и не ленинец, но я могу вам... А кто вы? Может, вы троцкист? Нет, не троцкист. Я изучал теорию Хайека. Я знаю многие другие экономические теории, воззрения на то, как строить государство, какую экономику внедрять. Но для своего времени, конечно, то, что открыл Маркс, скажем, в том же Капитале, это ведь изучали все. А сегодня нет людей, которые бы развивали теорию марксизма-ленинизма. Одно дело экономическая теория маркса, а другое дело, собственно, ленинизм. А что вы называете ленинизмом? Это вот которую из... Как мало расстреливаем профессуры. Это и есть ленин. Да нет, кто же поощряет расстрел профессуры священников? Ну, кто поощряет? Ленин. Не Ленин поощряет. Это все просто было в истории, да. Но Ленин пишет, мало расстреливаем. Но сегодня мы это осуждаем. Как это мало расстреливаем? А тогда мы не осуждали. Мы вот с собой делаем, давай, это профессор. Ну, мы с вами такие старые, что мы были тоже комиссарами, да? И принимали решения в расстрелах. Понимаете, одно дело в пылу боя рубить друг друга, а другое дело заварить всю эту заварушку, и будучи всех давишем, да, еще писать, что мало расстреливаем. Профессор это было? Корска в России. Ну... Корска была. Мы же эти вещи не поощряем. Так еще как мало. А что же вы ленинист? Да вот, что для вас Ленин авторитет сказал, что не ленинист? Дело вот в чем, что вы поймите, что... Почему авторитет? ...строилось государство. Вы про Ленин? Вы, нет, я знаю, как он устроился. Нет, я же говорю вам. Не надо, ты полиция, сбор в России. Ну, в каждом государстве всегда были свои лидеры и вожди. Худшие, лучшие. Нравится вам Ленин? Ну, Ленин мне нравится далеко не во всем. Но то, что действительно, как это во многом, многие страны говорят, что это был гений своего времени. Да кто это говорит? Гений. Да, злой гений Станин был гений, Гитлер был гений. Посмотрите, все, кто знал и читал. Конечно, и Гитлера тоже очень любили. Ведь одно письмо о малом расстреливали, а другие статьи, которые действительно сегодня ведь изучаются. Геннадий Николаевич, тут мы с вами не договоримся никогда, потому что я Ленина ненавижу. Ну, это ваше право. И послушайте, вы ненавидите проклинать. Так вот, скажите, вы сказали... Более того, не вечно скотина Ленин, который, значит, позволял себе следующее высказывание. Электроны также не исчерпаем, как и атом. Это раз. А второе, Ньютон индуктивный осел. Да, 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 да. Ваш, Владимир Владимирович, ваш, 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 ваш. Геннадий Николаевич, вы сказали, что вы не марксист, не ленинец, не троцкист. Не категоры мы, не... Никита. А кто? Нет, город Нагольве, Невове. Нет, хорошо. Так кто вы? Помните, что вы сами цитируете? Привержен... Комсомольская только? Привержен какой из политических теорий, политических учений, какого есть, вы себя считаете? Надо было мне захватить программу партии возрождения России, из которой все ясно, что мы, по сути дела, являемся такой социалистической европейской партией. Вся наша программа основана на седьмой статье Российской Конституции. Построение России как социального государства. Это мы знаем. И вот для того, чтобы нам, для того, чтобы нам эту программу прописать, мы посмотрели, как строились социальные государства. В Швеции, в Германии, в Финляндии и Францию. Вы изучали специальный опыт. Какую модель выбрали? Вот мы выбрали ту самую модель социального государства, которой сегодня придерживается Швеция. Я вообще не понимаю, что такое еврокоммунизм. Не думайте об этом. Я, в общем, не то, что больше не думала. Просто в Селезне уже говорил про шведскую модель социального государства. Ну, это совсем же. Они любят спятить. Они любят посмотреть туда, где люди живут бедно и работают, потому что Швеция не богатая страна. Она потеряла всякое богатство. Вот это было капитализмом. Так вот, дело в том, что как раз-таки в этой замечательной стране с высокой социальной ответственностью оттуда же ушел фактически весь бизнес. И вся культура. То есть даже... Бежала. Ну, на культуру-то им всегда плевать. По-моему, у них существует общая ошибка, потому что вот коммунисты, не могя построить здесь хоть что-нибудь, ну, разумительное, какой-то строй, они смотрят туда, где никакого коммунизма нет, вот мы хотим как вон там. А, чтобы было как вон там, это надо, чтобы все население с протестантской этикой работало от зари до зари, да? Чтобы демократия была там толщиной 500 лет, чтобы, как это называется, налоги 90-е, чтобы капитализм развивался. Налоги, значит, там огромные, за счет чего происходит социальное обеспечение. А после этого все, закат этой Европы. Закат. Там закат происходит, понимаете? Там ничего не развивается, действительно, и люди живут очень скромно. Я вот еще думаю о том, что партия Геннадия Николаевича Селезнева, которую он там нам так рекламировал, она называется «Партия возрождения России». Я очень люблю эту идею. А кто партия загубления России? Ну, как-то. Ну, это ясно-на-посуд. Дело не в этом. Ну, нет, а Чевенгур, они любят, чтобы все разорилось до полной пыли, до полной пыли. А после этого запылили петь кулички какие-то. Они же разорили ее. Не только это. И им же и возрождать. Прелесть же состоит в том, что они даже на уровне названия, да, посылают, на самом деле, негативный сигнал. Потому что возрождение, возрождать можно только то, что находится при последнем издыхании. То есть они нам сообщают, что вы, граждане, находитесь при последнем издыхании. Сейчас мы вас возродим. Поэтому большое вам спасибо. Давно хотел услышать. Приятного вам. Партия, воскресение, вознесение, преображение и покрова святой Богородицы. Да. Поэтому вот эта, как бы, так сказать, настроенность на то, что все кругом ужасно, а до этого типа было прекрасно. Когда? При царе так им не нравилось. То есть поганили. При советской власти вот Геннадий Николаевич тоже говорит, что вроде не особенно ему нравилось. Были ошибки. Отдельные недостатки. В нынешней коммунистической партии российской. Их теперь две. Хорошо. В двух. Они плодятся. Они уже плодятся. В двух. Есть кто-то, кого вы больше всего любите по-человечески? Ну, тех, кого я уважал по-человечески, любил, их поисключали. А так, из тех, кто нынешние там остались, я не могу сказать, что кому-то я с особым уважением отношусь. Потому что там сегодня партийные прокуроры. Там сегодня всех осуждают, наказывают и исключают. Кто не поддерживает Геннадия Андреевича Зюганова. При советской власти. Кто против Ленина, тот, сами понимаете. То есть у вас друзей там не осталось? Нет, нет. Только остались люди, с которыми можно общаться, обсуждать что-то, но не друзей. Друзей нет. А вообще кто ваши друзья? Кроме Баскова, конечно. Разные люди. Ну, почему друзья? Он еще, так скажем, молодой человек еще. Я дружу, как правило, с людьми своего поколения. У меня остались в Питере те, с кем я учился и с кем я потом работал люди. Очень многих людей, конечно, я потерял. Тех, которые стояли, пока ты был при власти, да, рядышком, казалось бы, да? Вот. Ну, так у нас все сложено. В принципе, я начальник, ты дурак, он вообще у нас тоже вечно живой. Вот. Но я об этом не сожалею. Просто время показало, что было настоящим, а что было искусственным. Это классика. И, конечно, чтобы узнать, кто твой год, надо уволиться. Правильно. Да. Перейти, кажется, на другую орбиту. Может быть, более низкую для кого-то, но вместе с тем это так сказать, площадка для отдыха. Такого, для душевного даже отдыха, для психологического какого-то отдыха. Игорь Николаевич, а вот вы сами как считаете, что ваш главный недостаток? Вот, может быть, то, что я, может быть, в этом отношении для политика недостатком является то, что я бываю откровенным, искренним. Да, Ядренов, ну почему для политика? Я вас по-человечески спрашиваю. И недостаток мой, соответственно, главный в том, по-человечески, если как, личности, да? Да, да. Вот. То, что я, к сожалению, трудоголик. Это большой недостаток. Ты опять взял, похвалил? Да. Нет, это большой недостаток. Сам себя не похвалишь, не обидел, ходишь только плавок. Ну что, жена недовольна, дочка недовольна, я мало уделяю внимания. Большое недостаток, надо быть линеевым. Да. Вот сел в спикеры, и я, ага, будет достоин. Я уже не спикер, а я все равно продолжаю себя целыми днями. Ну хорошо, на самом деле, что вы считаете своим недостатком? Ну вот недостаток, не умею отдыхать, не умею ослабляться, ну что делать? Ну все-таки ум, все-таки ум. Ум? Ум, ум на первом месте. Опа. Ну а как же? Умный человек. А не честь? Нет, умный человек. А не совесть? Умный человек. Он же будет наверняка себя вести и по чести, и по совести. Нет, умный человек никогда не будет. Ну это вы так считаете. Если выбрать честь, а ты будешь дураком, ну что же делать-то с этой честью-то? Как что? Как остаться честным человеком? Ну и что? И что с этой честью дальше делать? Ты же не узнаешь, что ты дурак? Живи сам для себя, да, по своим внутренним правилам. Но честно. Но честно. Ну русский народ в целом очень умный. Ну умный. Да, но совершенно не честный. Ну почему? Не, ну почему? Потому что коррупция достигла уже невозможных пределов. Нет, чтобы вот он пусть будет немножко поглупее, но честный. Ну как шведский народ, например. Нет, шведские там у них все как-то... Финские, я предлагаю. Финский народ, например. Веселый финский ребят. Я сказал, чтобы очень был умный, но зато такой честный, такой европейский, такой народ. Сами так говорят. Мы не очень умные, но мы очень честные и молчалимые. А бы нам так. Конечно, умный это не гарантия, что он и честный. Всалют не гарантия. Не гарантия. Гарантия брата. Но все-таки, но все-таки, быть честным или быть совестливым и не быть умным, это хуже. Это хуже. Чем быть умным, но бесчестным и бесовестным. Я же... Вы только опирайтесь на базу. Власть. Да. Вот я за то, чтобы власть была умной. То есть умная власть. Ваш выбор. Ну, граждане, я считаю, что в итоге все-таки мы добились честного ответа. Аплодисменты. Вот смотрите, Геннадий Николаевич долгое время работал в газете «Комсомольская правда». Я вот подзабыла. Когда первая моя работа была в газете «Социалистическая индустрия», даже тогда, вот это мои первые рабочие воспоминания, но тем не менее ощущение вот этого журналистского сообщества, то есть на самом деле нынешние журналисты и советские журналисты отличаются очень мало. Потому что все равно вот этот вот журналистский мир, который предполагает некоторое легкомыслие, живость, да, легкость на подъем. И вот какие были журналисты, в общем, они точно такие же и остались. И точно так же способны к вранью, там, и так далее, и тому подобное. В Геннадии Николаевича Селезневе нету и тени этого, потому что, мы просто это забыли, нынешние газетные начальники выходцы из журналистского мира, они сами журналисты, и они такие же. А вот Геннадий Николаевич Селезнев был типичный газетный начальник, потому что в советское время газетные начальники и журналисты были людьми разного типа, особенно вот партийная пресса, комсомольская пресса, я уж не знаю, как там было в профсоюзной прессе. Ну так, наверное, было. Я вспомнила совершенно вот этот родной типаж главного редактора, замглавного редактора, ответ Сека и завотделом какого-нибудь главного, который был, вот он был одно, а газета, собственно, те люди, которые делали, совершенно другое. Вот это абсолютно ушло из нынешней прессы. Придет еще. Да? Угу. Ну вот, вот, прекрасно. Мы нашли работу, Геннадий Николаевич. Завидуешь газетой? Конечно. Завидуешь газетой?